Настало время немножечко нам прокатнуться, тем более что видеорегистратор Mio испортился. Я думаю по какой причине он испортился, а оказывается он у меня уже наверно года три, может быть больше, может быть меньше, но примерно так. И в нем имеется свой собственный аккумулятор, и вот этот аккумулятор он испортился от времени, то есть мне показали, он такой вздувшийся был, жаль я его не снял, ну ладно, не снял, так не снял. И я его оставил, мне его заменили, кстати показывает он в 2к и даже тот лучше, нежели моя камера сони, который снимает в 4к, но я там Full HD снимаю, FDR-X3000. Ну вот, знаете, решил прокатнуться, прокатнуться в сторону Громко скажем Украины, значит Каменск, потом идет местный Донецк, ну до него еще далековато, поэтому думаю немножечко прокатнусь, проветрю машинку, тем более машинка едет, ну вы видите как она едет, ну и проветрюсь, проветрюсь, заодно проветрюсь, проветрю машину, ну вот я и поехал. Снимаю различные виды, как вы видите. Сейчас у нас пойдут ветряки, такой интересный пейзажик, можно смотреть пейзажик, жиг-жиг-жиг-жиг. Поворот на Волчинск, очень интересный населенный пункт. Кстати, я так думаю, что раньше через него ездили на Ростов, заворачивали вот как раз на Волчинск, через Волчинск там Углерод, Лихая Углерод, потом Гуково, Зверево, Новошахтинск и от Новошахтинска прямая дорога до Ростова. Ну, примерно, наверное, я так думаю, ездили, а там кто его знает. И в связи с тем, что М4 там как раз где-то ремонтируют, недалеко от Лихой, со стороны Ростова, то есть новая дорога, и ее колупают. Так что мне пришлось вот совсем недавно объезжать, иначе можно в пробке простоять часа два, а то и более. Ну вот, я еду, 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 по дороге, по дороге. Видите, там ветряки появились. Интересно, конечно, ветряки, но вот. Место такое возвышенное, ветра бывают. Не все время они, конечно, бывают. Ну, так по сезону могут быть довольно-таки сильные. И поставили здесь ветряки с учетом того, что будет ветер, гонять лопасти и вырабатывают электроэнергию. Только вот куда она идет? Вопрос большой. Установили, значит, ветряки, а куда ее направляют? Как-то нам не удосужились сообщить. Сейчас будет такой маленький населенный пункт, который называется Пополка. Он как раз в балке. Тоже тут интересно смотреть, где люди селились. Вот если здесь на возвышенности ветра, то вот как раз река Малая Каменка прорезала среди степи, среди скал степных себе устья лона. Короче, прорезала себя на путь. И вот как раз мы спускаемся. И тут люди поселились. От ветра защищенное место нормально. Так сказать, можно жить просто вдали от всего. Дальше я не хочу ехать, потому что там тоже дорогу делают. Можно застрять надолго. И я вот тут попал в яму. Йоханый бабай. Развернулся. Пропустил этот бочку. И потом дал жару. и пошел, можно сказать, на взлет. Знаете, иногда бывают такие моменты, моменты, которые говорят о том, что у человека, наверное, так сказать, слишком много энергии. Ему хочется чего-то такого этакого. Ну и заодно, думаю, нажму на тапочек и посмотрим, как машинка наша будет набирать скорость. Вот, я думал, что я до упора нажал, а оказывается, нет. Вот отсюда я где-то не до упора дожал, что потом я еще до упора дожал. здесь я решил нажать, так сказать, и подержать. Иду. Я на обед. Зовут на обед. И вот мы начали набирать. Хорошо, впереди никого нету. И немножечко решили пошалить. Вот, машинка набрала эту скорость. и далее. Далее можно тоже было набирать, но уже можно так сказать, я не настолько смел, что мне вот этой скорости вполне хватило. А машина может, конечно, идти и дальше. И вот сбрасываем скорость и направляемся опять в свой родной город Каминск-Шахтинский. Машинка скользит. Очень приятно ездить. Очень приятно ездить. На люксовых автобиях. Впереди открывается горизонт. Как вы видите, смотрим на горизонт. Кстати, наложу музычку. Вот, проезжаем поворот на Волчинск. И дальше дуем, 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 дуем. Дорога более-менее нормальная. недавно была отремонтирована. Как-никак идет на Украину. И за ней веки следят. Асфальт хороший положен, вовремя ремонтируют. Ну, там подремонтируют. Можно ездить. Кстати, по этой же дороге я езжу в Гундеровку на Турбазу исток, где я плаваю. Кстати, сегодня тоже надо бы проплыть, отвлечься от дел насущных. Вот только и знаю, что сижу возле компьютера, отвечаю, там видосики делаю. Кстати, я уже выложил видосики на вес сентябрь. Это по дням. Может быть, я уеду где-то там заработаю копеечку. Ну, вот мы едем. Мелькают дороги, вернее, какие там дороги, мелькают деревья, столбы. Видишь, сколько электроэнергии идет куда-то в сторону у бок или на бок. Поворот. Что там направо? Или вот так, может быть, даже ездили на лихую, но там у нас сады, навряд ли. Скорее всего, через Волчинск вот так и ездили. Вышли на финишную прямую. Идем прямым курсом в город. Сейчас будет вывеска. Отгонять запрещено. Вот у нас вывеска, видите, какая. Камерск, Шахтинский. Вот здесь вот я проживаю, проживаю. Работаю. Работаю. Сбрасываем скорость. Скорость сбрасываем. заезжаем в город. И сейчас мы будем поворачивать налево. Дальше я снимать не буду. на этом наше путешествие окончено. Спасибо, что были со мной, посмотрели на машинку, на ее состояние, на ее возможности 20-летней старушки, ну и меня. Дальше это с в в в в в